более если он требующие знаний тем более если он является из ульяма и он в чем-то ошибся не надо упоминать его имя если требуется упомянуть имя этого человека этой личности опровергаемой личность говорила блогим бараха бога рахман разве ты делаешь грибу немножко вернуться к тому что мы сказали про умаром хаттабы обратить внимание когда он поднялся нами бросков что за мужчины которые говорят так-то так-то или делают так-то так-то при этом не упомянула абдуллаебна оба срагалан в этом очень важный момент что есть сибара колуфик он ты видишь человеке который является счета или сумма и тем более если он требующие знаний тем более если он является из Sunday рама и он в чем-то ошибся не надо упоминать его имя скажи некоторые люди говорят а так-то 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 это является ошибкой это является неправильным вы приведи доводы из курана и суна брат фил фиком а зачем говорить о нем поэтому братья бара кульфику мы всегда отстаиваем истинно но при этом то есть если какой то ученые требующие знание призывающие говорить что то что противоречит Мы отстаиваем истину, но Баарак, Лауфикум, при этом сохраняем величие положения этого человека, ученого, призывающего, требующего знаний. Бисмилляху, аль-хамду лилляху, ас-салату ас-саламу аля-расу лилляху, шейху аль-лями, сольюх аль-фаузану, хафидаху Аллаху та'аля, был задан следующий вопрос, как это приводится в книге «Аль-Ачвиба туль-муфида, ан-ас-или тель-манахи тель-джадида», то есть полезные ответы на вопросы, связанные с новоявленными манхажами. Это вопрос номер 56. Ему задали следующий вопрос. Ма хуа манхаж аль-суннати финнагдир риджалю вадыкли ласма? Каков манхаж аль-сунна? Опровержение в критике мужчин и людей и упоминании их имен. Вагал табьину ахто ибааду дуа фидна дун яджибулька фанга? И разве разъяснение ошибок некоторых призывающих является фидной, от которой следует воздержаться? Шейх ответил на это следующим образом. Ошибку нужно разъяснять. Необходимо разъяснить ошибку и провести разницу между ошибкой и истиной. То есть необходимо объяснять разницу между ошибкой и истиной, чтобы люди могли это отличить одно от другого. А что касается личности, то в упоминании их личности нет пользы, он говорит. То есть моментов каких-то вещей связан непосредственно с их личностью, а не с этой ошибкой. Наоборот, в этом есть вред. Мы не задеваем саму личность, то есть как таковую. Однако мы объясняем ошибки. Мы объясняем ошибки. Мы объясняем истину для людей, что является правильным, что является неправильным. Для того, чтобы они взяли правильное и оставили ошибку. То есть целью всего этого не является задеть эту личность или отомстить ей. Это не является целью. То есть тот человек, который стремится отомстить и делает это ради мести и ради каких-то личных интересов своих. То есть для того, чтобы просто из-за личной неприязни оскорбить этого человека. То этот человек является приверженцем страстей, потому что он делает это ради своих страстей, а не ради религии Аллаха. Не для того, чтобы объяснить людям истину и защитить религию Аллаха. А для того, чтобы отстоять какие-то свои личные интересы. Амма лядзи коздуху баяну ль хақы лин нас, хаада насахун ль муслимин. А что касается того человека, который хочет объяснить истину людям, то этот является по-настоящему искренним человеком в отношении мусульман, желает им добра и так далее. Если требуется упомянуть имя этого человека, этой личности, опровергаемой личности, для того, чтобы люди его знали, так как в этом есть опасность, в ошибках, в заблуждениях, которые распространяются, чтобы люди знали его имя, о ком именно идет речь, чтобы они защитились от этого человека, то это все делается для чего? Для преобладающей пользы. То есть польза в этом случае, она в приоритете. В том заключается, чтобы упомянуть имя этого человека. В этом есть польза, в этом есть нужда шариатская. Дальше говорит «Аль-Мухаддисуны Самунар-Рува Аль-Маджрухи». Ученые, мухаддисы, ученые по хадисам, которые составляли книги по науке Джарху Ата-Адиль и упоминали там различных личностей, они называли их имена передатчиков хадисов. То есть имена этих личностей, которые были подвергнуты Джарху. То есть они говорили «Я говорю на фу-ляну, 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 фу-ляну». «Каззаб». Они говорили «Такое-то, такое-то, такое-то является лжецом». «Фу-лянун сайюль хивзу». Вот такого-то плохая память. «Фу-лянун мудалис». Такой-то человек, например, не упоминает каких-то передатчиков, а передает напрямую от кого-то, а каких-то передатчиков не упоминает. То есть от кого именно он взял, да, а передает сразу напрямую от кого-то другого, опуская какого-то человека к цепечке передатчиков, например, сообщения. То есть не упоминает кого-то. То есть, они говорят, такой-то, такой-то человек. То есть, их целью не является умолить достоинство этого человека или задеть его личность. Однако, их целью является разъяснение истины. Это их цель. То есть, для чего это делалось? Для того, чтобы люди знали, что у этого передатчика, у этого человека, в хадисе есть проблемы. Для того, чтобы люди его сторонились. Сторонились его ученые по хадисам, когда они будут заниматься изучением этого хадиса, цепочкой передатчиков этого хадиса, для того, чтобы они знали, что этот передатчик является ненадежным. Для того, чтобы они предостереглись от него. То есть, взяли и предприняли все меры предосторожности. Поэтому сути всего этого заключается в том, что стержнем, на котором все строится, и основой, на котором все строится, фундамент – это цели. Для чего все это делается? Если целью является просто лишь задеть достоинство и честь человека, то есть какие-то личные интересы, то есть это является страстями, и это делается из-за страстей, из-за их личных интересов, и это нельзя в таком случае. Если целью человека является разъяснение истинно-оставления, тогда в этом нет проблем. И хвала Аллаху. Как говорил Абдулла и Барак Абдул-Рахман, как это приводится в кифае, в Ильмир-Ривая, имам Аль-Хатиба Аль-Багдади, он говорил, То есть Муалла и Бангал, он такой-то и такой-то. Однако, если приходит хадис, это от него какое-то сообщение, он лжет. И это сказал, кто Абдулла и Барак Абдул-Рахман? И сказал передатчик этого сообщения, что один из суфистов сказал, «О, Абдул-Рахман, сказал ему». Если мы не будем разъяснять это, то как же тогда истина отличится от лжи? То как же тогда можно будет отличить истину от лжи? Как же тогда люди отличат истину от лжи и смогут определить истину и отличить ее от лжи? Поэтому, если нужды нет в том, чтобы упоминать его имя, а приоритете именно опровержения самой ошибки, то тогда имя человека не упоминается. Если же есть польза шариатская для того, чтобы упомянуть имя человека этого, для того, чтобы мусульмане сторонились его заблуждений, которые распространяет, тогда его имя упоминается также в опровержениях относительно него. Вот, на этом все. Альхамдуллахи Раббил Амин. Усаллаху аля Набиина Мухаммаду аля алихи и асхабихи аджмаин. Альхамдуллахи Раббил Амин. 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 Альхамдуллахи Раббил Амин.